Новогодние застолья Если переедание все-таки случилось, необходимо следовать простым инструкциям, которые помогут в борьбе с последствиями неконтролируемого приема пищи за новогодним столом. После того, как вы переели, ни в коем случае не рекомендуется в течение двух часов ложиться, потому что также это способствует рефлюксу, потому что при горизонтальном положении, при также ношении каких-то тугих поясов, бандажей, то есть это тоже все способствует давлению повышенному и тоже может провоцировать рефлюкс. Питание может серьезно влиять на здоровье и стать катализатором множества болезней. Если этот случай единичный, то переживать не стоит. Однако, если вы начинаете понимать, что такое происходит регулярно, стоит задуматься и незамедлительно обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Он поможет составить правильный рацион питания и предотвратить последствия, к которым может провести неконтролируемое переедание. Чаще всего это сразу можно понять, если есть лишний вес. То есть там я сразу рассчитываю индекс массы тела, соотношение роста к весу. Вот, если, например, больше 30, то это уже точно ожирение. Вот, килограмм на массу тела в квадрате. Вот. Так же рекомендуется измерять окружность живота у мужчин. Должно быть, если больше 102 у мужчин и больше 80 у женщин, то тоже это уже признак того, что избыток висцерального жира, то есть наружного. Таким образом, новогодний стол одновременно и друг, и враг человеческому организму. Майонезные салаты, обилие закусок и напитков способны соблазнить любого, а затем стать причиной тяжелого состояния, купировать которое непросто. Это значит, что употреблять еду в новогоднюю ночь следует осторожно, не заставляя себя есть больше, чем захочется. Ведь впереди целых 10 дней, во время которых можно размеренно и с наслаждением съесть все свои самые любимые блюда. Елизавета Газизянова, Софья Чигунова, Хафиз Гараев, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова